Пожалуйста. Считается, что время летит очень быстро. Конечно, летит, когда всё хорошо. Но в невесёлые времена оно медленно и текуче. И поэтому лучше, чтобы оно летело. Итак, моё время гвануло в полёт уже давно. Зашелестела книжонка моей жизни, открываясь наугад. То на весёлых, то на грустных своих страничках. Ну вот, например, взяла, да, открылась там, Где я была втора или третьей классницей. А дело было так. Я отличница, бабушка не нарадуется, Учительница не нахвалится. И быстрее всех читаю. И стихов знаем больше, чем самоучительница. Ну и характер, само собой, ангел. Да, и чуть не забыла. Волосы завиваются в конце косичек локонами. А если косички распустить, то всё закрутится. Но так в школу ходить нельзя. Как какая комиссия издрано придет на открытый урок? Так, меня, да с кем? Вот, мол, каких вундеркиндов воспитываем. Но уж если утренний какой-то грядёт. Вся надежда на меня. Звезду художественной самодеятельности. Третий А. И вот, в самый разгар моих стремительных успехов Врывается какая-то Митрофанова Татьяна. Явилась незадолго, до новогоднего утренника. Видите ли, новенькая из Сызраня в Москву переехала. И это своё название ехидное Сызрань так произносило, Что все наши девчонки от зависти загнулись. Тоже хотели и Сызраней-то и быть. А сама это Митрофанова. Подумаешь, косички никакими кудряшками не заканчиваются. А наоборот, до конца заплетены и барашками к ушам подвязаны. Устелся на первой парте, губами шевелит. Слово в слов все за учительницей повторяют. Эта предательница, учительница взяла, Да и полюбила Митрофанова Татьяну. И забыла про меня. На репетиции новогоднего утренника Мы решили сыграть сцену, В которой Куча, напевая песенку, Запрягает крыку борзых быстроногих лошадей И едет к любушке своей. Мы как раз последний год без мальчишек учились. И поэтому роли распределили между девочками. И борзые, самые примерные отличницы наши. Галя, Катя, Лита, Кучика, Ритка. Она длинная была, дырка. И поэтому роли досталась с ней. Ну, шлемушка, понятно кто. Я, конечно. Дыроколом из белой бумаги крючочков настригли. Кто в сценке не занят, будут потом на них на утрене кидуть. И полетит легкий снежок, И грянет песня залихватская, И поскачет Ритка Кучер ко мне. А уж я, красотеица, Расцвету всех на глазах, И умчат меня борзы По серебряному снегу вдаль Под звон бумаги цов, Который обеспечит наш учиться, Ложка в стакан. Дым. Дома мы с бабушкой роль мою главной репетировали. Бабушка пела, Бубенцы изображала, Искакала из-за борзых, Из-за кучера. А мое дело было Плавное расцветать, Пританцовывая и кружаясь в сторону кучера. Когда бабушка убедила, Что с ролью я справляюсь, Стали мне Корону мастерить. В отрягом календаре Бабуля нашла, Как в домашних условиях Изготовить папье-маше. И работа закипела. Старые газеты мочим, Крахмалом мажем, Сушим, клеем, Корону вырезаем, Потом ромбики из луца-чоколадки, Ватные шарики вокруг лба, И потом, самое главное, Елочную игрушку с красной птичкой, Молотком, бац! И в мелкие осколки. Потом по ним скалкой покатали, Чтоб со всеми мелкими стали, Корону клеем навазали, И посыпали доцвергающей красотой. Никогда еще не было бы ни вещи прекрасней, Чем эта, приливающаяся корона. Но платья решили надеть, Голубое, в гороши, Как снежинки из дырокола. Оно с маминого бывшего перешито было, И очень не шло. Ну а маленькие белые, Которые обычно с галошей надевались, Для сцены, конечно, без галошей. И будет очень нарядно и красиво, И даже ради утренника Можно будет все мои кудряшки в косичке Не заплетать. Как-никак, Любушка, Принцесса-краса! И вот на последнюю репетицию Я во всей этой красе пришла. Ритка Кучер тоже здорово оделась. Отцовую штаны маленькие засунула, На красных кушеков подпоясала, А на голову чью-то кепку напялила, И на девочек-то перестала быть похожа. Галя, Катя и Лида Все пришли в маленьких платьях. Белые получились лошадки, Переплевели руки, Как будто они лошадок изображают, А танец маленьких лебедей. Ритка Кучер нахнику накинула, А я уже приготовилась расцветать. И тут открывается дверь И заявляется на репетицию Митрофанова Татьяна. И замерли мы все, Особенно замерла учительница. Митрофанова Татьяна была надеть Настоящую балетную пачку, На ногах настоящий пуанта С пробковым носком, А на голове в нее горел, приливался Настоящий царский кокошник, Откуда она его только взяла В свои сын зорькие хитрые И затанцевала на своих пуантах, Чтобы меня с моего трона скинуть, Затмить своей красотой. И у нее все получилось. Расцветала она плавно, Пальчиком щеку подпирает, И было даже страшновато, Что ты лебедышкой сейчас Оторвется от полных своих пуантов И улетит в небо с настоящих кокошников. Бабушка учинца заволновалась, Сразу ее любушка назначила, А мне велела лучного стихотворения выучить И в платье за своем короховом Весело всем прочитать. Почему я помню горе свое, Слезы безутешные, А бабушка все гладила мне по голове И говорила, Чтоб я на эту Митрофанову Внимания не обращала, И что не даром Великий русский писатель, Фан Визин, Главный мой своего героя Смертного произведения Митрофси, Не даром тоже Митрофанушкой назвала. Потом мы стали Такое стихотворение подбирать, Чтобы корона наша не пропала. И подобрали про царевну. В день утренника Оказался у ритки кучер болезнь, Свинка. Она с соседской девчонкой играла И не знала, что от нее свинка заразилась, И остались лошадки без кучера. Учинца быстрей ко мне Выручает, Косички под ритмой кепку засовывать стал, Да красным кушаком голубая плащница подпоясывать. Ну ладно, думаю, Кучер-то кучер. Сидясь, наши мамы и бабушки в зале Чудо ждут. Моя бабуля особенно волнуется, Чтобы я слова про царевну не спутала. Замиск открывается, Учинца на кружочки дует, Снежок полетел. Мы зашли И поскакали в сторону Митрофановой. Это Танька Сызинская, Принцесса самозванная. Давай на своих фуантов кружиться. Вот сейчас я заберет, Кучер, да в снежной даре мучи. И тут я как запоела весь голос совсем другие слова, Что белый снег летел, летел. Я ехать к милой, раз хотел, И повернула своих удивительных лошадок в другую сторону. А Митрофановушка долго еще кружилась на сцене. Никому не нужно. Учинца стояла вся красная. Может, на кружочки слишком сильно дула. Митрофановушка убежала в классный дать. И тут я корону свою наперила, Выскочила на сцену И про церепь стихотворение. Без запинки прочитала. Все смеялись и хлопали. И бабушка говорила, Что в доме растет артистка. Факт. Потом бабушка записала меня В дом пионеров, В театральный кружок, Где я играла роли главных героев. А как эту учительницу звали, Я их сейчас помню. Но называть имя не собираюсь. Пусть Митрофановушка про нее книжки пишет.